МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это центр новостей о главных событиях. Этого дня вам расскажут корреспонденты информационной службы Астрахань-24 в студии Людмилы Шналева. Здравствуйте. В селе Осыпной Бугор Приволжского района открыли новую мечеть. В торжественной церемонии принял участие губернатор Игорь Бабушкин и духовный лидер астраханских мусульман, председатель регионального духовного управления Рауф Хазра Джантасов. Мечеть возвели менее чем за три года. Средства на строительство собирали, как и принято всем миром, на пожертвования прихожан при поддержке спонсоров. В селе проживают свыше трех тысяч мусульман. Залы оснастили современной акустической аппаратурой и системой кондиционирования. Есть два молельных зала, мужской и женский. Мечеть может вместить до 250 человек. Ее возвели по казанскому проекту. По периметру здания установлено видеонаблюдение. В старом здании мечети села Осыпной Бугор в сентябре откроют воскресную школу. Глава региона Игорь Бабушкин и муфти Астраханской области Рауф Хазра Джантасов поздравили верующих и поблагодарили за участие в строительстве мечети. Губернатор преподнес традиционный подарок – ковер. Я уверен, что те проповеди, которые будут звучать в стенах этого великолепного здания, будут направлены на поддержание мира, согласия и добрососедства и основаны на истинных мусульманских ценностях. В этой мечети и имам, и прихожане должны желать друг другу только добра, процветания, любить друг друга и распространять мир на этой благодатной нашей астраханской земле. На территории региона возможно образование пыльной бури. Это на фоне сильной жары. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Синоптики в ближайшее время прогнозируют южный ветер с переходом на северный и северо-западный. Со скоростью 6,11 метров в секунду и шквалистыми порывами до 15-18 метров в секунду. Такие метеоусловия могут привести к возникновению пыльной бури. Сохраняется жара. В регионе фиксируют температуру воздуха в диапазоне от 34 до 39 градусов. Местами столбики термометров поднимаются до 42 градусов. В Астраханском правительстве новые кадровые назначения. На должность регионального министра образования и науки назначен Егор Угаров. А Министерство спорта и физической культуры официально возглавила Нина Ивашкина. До назначения Егор Угаров был руководителем агентства по делам молодежи Астраханской области. Сегодня он вступил в новую должность главы регионального Минобра. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин. Егору Угарову 29 лет. Он окончил Астраханский технический университет по специальности кораблестроение. Был полуфиналистом конкурса лидера России и вошел в топ-40 в рейтинге полуфинала Южного федерального округа. Сейчас проходит обучение по направлению подготовки экономика Вран Хиггс в кабинете министров Астраханской области еще одна женщина. Сегодня глава региона подписал приказ о назначении на должность министра физической культуры и спорта Нину Ивашкину. Она окончила Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция. С декабря 2017 года Нина Ивашкина занимала должность заместителя министра этого же ведомства. Отремонтировали и сдали в эксплуатацию. Строители обновили 60 километров региональных трасс. Работы вели в рамках реализации проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Ремонт проводили на 16 участках региональных автодорог. 14 объектов планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. В стадии завершения работы на участке автодороги Астрахань-Камызяк здесь подрядчик выполнил асфальтные работы и сейчас занимается обустройством элементов дорожной инфраструктуры. Здесь монтируют остановки, сигнальные элементы, систему освещения. Аналогичные работы ведут на участках автомобильных дорог Володарского и Лиманского районов. А вот на этих участках работы полностью завершены. Общая протяженность автомобильных дорог здесь 60 километров. В этом году в рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги планируют отремонтировать 125 километров региональных трасс. Леонид Огуль подал документы в областной избирком на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Госдумы нового созыва. Пакет документов, подтверждающий размер и источник дохода, а также сведения об имуществе и вкладах в банках, заявления, диплома об окончании высшего учебного заведения. Сейчас Леонид Огуль депутат Государственной думы 7-го созыва, а также заместитель председателя Комитета по охране здоровья. Как парламентарий он стал соавтором ряда законопроектов. На предварительном внутрипартийном голосовании за Леонида Огуля отдали свои голоса более 55 тысяч астраханцев. Я сегодня только сдал документы на регистрацию. И это должно пройти определенный этап проверок документы. И, конечно же, я в ожидании того, что стану кандидатом в депутат Государственной думы. Депутат Госдумы страны Леонид Огуль провел рабочую поездку в Наримановский район. Парламентарий побывал в ковидном госпитале, который открыли в декабре прошлого года. Депутата волновал труд работников медперсонала. В частности, то, с какими проблемами сталкиваются врачи в тяжелых условиях работы. Помимо этого, Леонид Огуль встретился с коллективами и других медучреждений района. Ковидный госпиталь Нариманова укомплектован. Все 150 коек заняты. Ровно столько же здесь работает и сотрудников. Ковидный госпиталь в Наримановском районе функционирует меньше года. Но медперсонал, который здесь работает, столкнулся с рядом трудностей. Не в последнюю очередь это связано с тем, что объект имеет повышенную важность. Депутат Госдумы Леонид Огуль, проводя встречу с сотрудниками госпиталя, в первую очередь интересуется, что беспокоит работников. Многих волнует транспортный вопрос. Целый ряд врачей ездят в город Нариманов из Астрахани. При этом водители маршруток не хотят подъезжать к ковидному медучреждению. Когда ты заплачиваешь сверхбилеты, они довозят до ворот. Такого специального автобуса нет, да? Писали несколько раз. И муниципальные Наримановские районы писали. И город Минтранс писали. Все сказали, что это утверждается. Парламентарий взял на контроль этот вопрос. Еще несколько наиболее острых. Один из них занят из медицинских работников. Мы так как являемся филиалом от Кировской больницы здесь, очень много у нас людей, которые и совмещают с Кировской больницей. Это дополнительная нагрузка на врачей, которые из-за психологической нагрузки выгорают. И здесь важно финансово стимулировать медработников. Вообще тема оплаты труда сегодня волнует все, без исключения профильные учреждения Наримановского района. Конечно бы хотелось, в первую очередь, финансирование здравоохранения. Не по душевому нормативу, а конкретно по каждому случаю. Медики района, особенно те, которые работают на скорой помощи, сетуют на разный уровень зарплат в сравнении с другими регионами. Хотя объем работ в тяжелое время выполняют по стране все одинаково. Я лично письмо и направлял запрос министру здравоохранения Российской Федерации. Министерством на сегодняшний день прорабатываются именно варианты единого финансовой такой вот оплаты по врачам и сотрудникам скорой медицинской помощи. Депутат Леонид Огуль, находясь на Наримановском районе, посетил фельдшерско-акушерский пункт села Рассвет. Здесь проживает около 1200 человек. Это не скорая машина. Это не скорая, это санитарная машина. Так выглядит транспортное средство, которое перевозят больных в селе Рассвет. Леонид Огуль обещал содействовать приобретению нового автомобиля для населенного пункта. Ваш район остался где-то, наверное, в следующий год. Депутат, представляющий региональные интересы в Госдуме, провел и прием граждан. Он проходил в Доме культуры Наримановского района. Здесь тоже не обошлось без медицинской тематики. В частности, Леонид Огуль пообещал помочь инвалиду второй группы в решении вопроса лечения в медицинском центре Русь. Артем Лепехин, Руслан Срывченко, Центр новостей. С сегодняшнего дня дворец бракосочетания временно ограничил прием граждан. Сотрудники ЗАГСа будут принимать почтовые сообщения от организации и консультировать астраханцев по телефону. Такое решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Многие сотрудники отдела ЗАГС находятся на больничном. Обращения за повторными свидетельствами и справками принимают другие органы ЗАГС города Астрахани и Астраханской области. Более того, с начала 2021 года есть возможность обратиться за этими документами в любой орган ЗАГС на территории России. Заключать браки продолжают в отделах ЗАГС по Советскому, Кировскому и Ленинскому району Астрахани. Заявления на заключение браков, запланированных на осень и зиму, Центральный ЗАГС примет через портал госуслуги. Назначенные ранее регистрации состоятся по плану по пятницам и субботам. Когда возобновится штатная работа дворца бракосочетаний, пока неизвестно. Прием граждан временно прекратил и отдел ЗАГС в Трусовском районе. В Ахтубинском ЗАГСе прием граждан ведут до 15.00, но принимать корреспонденцию и консультировать астраханцев будут до 17.30. Посещение действующих органов ЗАГС возможно при соблюдении эпидемиологических правил. Ограничено у нас сейчас количество участников торжественной церемонии. Оно должно составлять не более 10 человек с учетом видеографов, наших ведущих и, соответственно, самих новобрачных и гостей. На этой неделе в Астрахани работают специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии. Они изучают возможности региональных гематологических служб, чтобы приблизить их работу к федеральным стандартам. Сегодня они познакомились с возможностями патологоанатомической лаборатории онкодиспансера, куда в случае подозрения на рак отправляют анализы пациентов. Эксперты из Москвы уже были в центре крови, в Александровской больнице и 4-й городской поликлинике. Итоги визита озвучат завтра. Подробнее о визите. Качество медпомощи в регионах не должно уступать столичным клиникам. Это сверхзадача федерального проекта по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров. Технологии диагностики и лечения заболеваний крови, которые доступны в Москве и Санкт-Петербурге, должны оказаться в каждом регионе. Программа начала работать в 2019-м. И эксперты Национального исследовательского центра гематологии сейчас изучают условия, которые есть в астраханских клиниках. В астраханской области маршрутизация, она и так минимизирована. Это терапевт, онколог и гематолог. Онколог в схеме маршрутизации участвует только в случае подозрения именно лимфопролиферативного заболевания. И на наш взгляд такая схема довольно-таки допустима и организационно обоснована. Два года назад врачи из Национального центра гематологии уже рекомендовали астраханским докторам АМОКБ изменить структуру гематологического отделения. Там на учёте стоят 2000 пациентов. И, безусловно, не у всех диагностирован рак. К гематологам попадают люди с наследственными заболеваниями и с нарушениями свёртываемости крови. В любом случае гистологический анализ при первичном обращении проводят в онкодиспансере. В патологоанатомической лаборатории кровь на наличие злокачественных новообразований лимфатической ткани смотрят два специалиста. Еженедельно, и это официальная статистика, выявляют двух новых больных с диагнозом лимфома. Сейчас, наоборот, знаете, в связи с тем, что имеется вот ковидная инфекция, по-видимому, всё-таки уменьшилось количество больных, может быть, из-за того, что на первый план вышла вот эта вот и пневмония, вирусная инфекция, понимаете, и, в общем-то, значительно уменьшился у нас контингент больных. Год назад патологоанатомическую лабораторию онкодиспансера по федеральному проекту укомплектовали высокотехнологичным оборудованием. В 98% случаев доктора ставят верный прижизненный диагноз. Сложное исследование на иммуногистохимию проводят за 10-14 дней. Заболеваний крови с приставкой «онко» множество. Есть прямая зависимость от пола, возраста и даже национальной принадлежности. Чем точнее будет диагностирован вид заболевания, тем эффективнее будет лечение. Сейчас, возможно, диагностика на ранней стадии. Если вдруг у врача-патологоанатома, у нас уже здесь в патологоанатомическом отделении, есть хоть тень, какая-то сомнение, то этот материал отправляется в референс-центры. Ведущих клиник России, это Москва, Санкт-Петербург, так сейчас очень много материала отправляем в город Ростов на данную. Заболевания крови начинаются в костном мозге, печени и селезенке. Это кровотворные органы. Но в случае онкологии поражаются все системы организма. Пораженная кровь разносит клетки убийцы по всему телу. Поэтому врачи не устают напоминать о своевременной диспансеризации и регулярном посещении участкового терапевта. Елена Релима, Руслан Асанов, Центр новостей. Завтра на телеканале Астрахань-24 очередная премьера показ 16-серийного сериала о судьбе легендарной укоротительницы тигров Маргариты Назаровой. Сюжет достаточно близок к биографии легенды, но там достаточно вольного художественного вымысла. Что правда, а где вымысел, узнаем у непосредственного участника съемочного процесса, народного артиста и дрессировщика Эдгарда Запашного. Эдгард Вальторович, добрый вечер. Здравствуйте, очень приятно. Спасибо. Так где правда, а где вымысел сценариста и режиссера? Ну, я точно могу сказать, что мы проделали большую работу и связывались со всеми ближайшими родственниками для того, чтобы узнать, как все было по-настоящему делом. Другое дело, что в большой семье всегда есть несколько версий происходящего и, ну, к сожалению, на 100% истину всегда очень трудно найти. Но то, что в сериале мы очень сильно постарались, чтобы подавляющее большинство вещей, событий оставалось нетронутыми, это я могу гарантировать точно. Поэтому все основные сцены, все основные действия, исторические точки были нами соблюдены. Все те события, которые происходили непосредственно в семье Маргариты Назаровой, это и сложности, и разочарования, и, наоборот, какие-то счастливые моменты, ключевые вещи были нами указаны фактически в точности. Поэтому говорить о том, что это там сериал выдуманный или переискаженный, я бы не осмелился. А насколько захватывающим был для вас съемочный процесс? Это проще, чем выходить на арену с дикими животными? Адреналин такой же? Ну, для нас, братом, снимать кино – это уже дело последних 20 лет, и мы очень много поработали как с русскими кинематографистами, так и с иностранными. Но здесь перед нами была поставлена очень сложная задача. Дело в том, что исполнительница главной роли Ольга Погодина и сам Андрей Чернышев изъявили желание работать без дублеров. И самая большая заслуга, конечно, в этом Олечке, потому что она проделала громадную работу и пошла на действительно рискованные трюки. Она смогла даже повторить легендарный трюк «Голова дрессировщиков пасти Тигра». Профессиональные-то дрессировщики не все осмеливаются на такой трюк, а Оля пошла. И, конечно, для нас с братом это была большая ответственность гарантировать безопасность, но и в буквальном смысле слова быть свидетелями неконтролируемых уже вещей. Когда человек засовывает голову в пасть Тигру, никто не сможет его спасти, если Тигр примет какое-то решение. Вот и все. Поэтому, конечно, рисковать артистами это гораздо сложнее, чем рисковать собой или, например, своим братом, как это в моем случае. Эдгард, вы наверняка еще были консультантом в фильме и наблюдали за тем, как актеры работают с Тиграми. Сколько времени ушло на то, чтобы четвероногие артисты привыкли к незнакомым людям? И было ли это вообще сложно? Не наверняка, а точно. Я и мой брат обеспечили весь съемочный процесс для того, чтобы животные слушались, животные не проявляли агрессию, и артисты тоже не пострадали. Поэтому мы начали подготовку в буквальном смысле слова за полгода, и Оля и Андрей приходили к нам на репетиции, тренировались, мы приучали животных, они их кормили, они ухаживали за ними, то есть они все делали для того, чтобы животные начали их принимать как своих друзей. Но это же громадная работа обычно делается на протяжении нескольких лет, а у нас были сжатые сроки не больше полугода, поэтому мы форсировали события, и слава богу, что у нас все получилось. Эдгард, скажите, пожалуйста, последний вопрос. Понятно, что фильмы с дрессировщиками, про дрессировщиков, это очень очевидно, но если говорить про животных, все мы любим фильмы с животными, ваш топ-3 лучших фильмов, которые вы рекомендуете с участием в животных? Знаете, молодое поколение сейчас уже ориентировано, конечно, на все мультипликационные фильмы, я сейчас называю художественные фильмы про наших супергероев мультипликационными, потому что там используется графика на 90 с лишним процентов. И мало уже кто знает про величайшие фильмы советского времени, это прежде всего полосатый рейс и приключения итальянцев в России. Но я бы еще рекомендовал, например, один голливудский фильм «Воды слонам», который недавно проходил на большом экране, потому что там очень четко показано, что профессия дрессировщик не является насильственной, а все зависит непосредственно от самого человека. То есть профессии и уроды тоже, к сожалению, бывают. И как раз вот в этом фильме показаны люди, которые работают с одним и тем же слоном, как хорошие, так и плохие. Но они и те, и те называют себя дрессировщиками. И это как раз должно дать ту почву, чтобы молодое поколение, которое сейчас очень часто эмоционирует на фоне каких-то интернетовских роликов, чтобы они научились отвечать в мух от котлет. Вот и все. Потому что есть хорошие журналисты, есть плохие, есть продажные полицейские, есть крайне порядочные герои. Вот и все. Спасибо за интересный диалог, Эдгард. Я напомню, на прямой связи со студией был народный артист России и дрессировщик Эдгард Запашный. Ну а на этом у меня все новости. К этому часу следите за новостями на нашем сайте astrahan-defis24.ru. Там же можно посмотреть записи наших программ, фильмов и проектов. Есть возможность смотреть и прямой эфир. Присылайте ваши видео и темы для репортажей в мессенджерах. Номер вы видите на экране. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на телеканале Астрахань-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова